Но я же знаю, что ты мой. Не прячь улыбку в телефоне. Не убегай от встречи вновь. Здравствуйте! Это Зойкина квартира. Я очень рада, что вы нас смотрите. Подписывайтесь, ставьте лайки. И запомните, у меня ежедневные влоги. И даже если я пропускаю один денёк, значит следующий день я выложу два влога. Не бойтесь, это не страшно. Значит, если вы устали немножечко от меня, можете сделать перерыв. И потом всё пересмотрите. Поехали! Начинаем! Смотрим! Ну что, ребят, у нас опять дворы обрабатывают. Да. Значит, Марат сходил во вкус вилл. Сейчас я вам покажу, что мы купили. А значит, морс черничный, брусничный. Я попросила купить морсов. Что-то так я полюбила. В общем, тут это... Я не знаю, по-моему, ты все купила, наверное, которые там были. Значит, клюквенный, черничный, брусничный. Ну и сок апельсиновый. Я без него уже не могу. Только его надо обязательно разбавлять. Потому что он свежевыжатый, хороший прям. Я без него не живу в последнее время. Так, каких-то взял он тут, значит, йогурт греческий. Финит миндаль, манго-маракуйя. Вот такую вот красотищу, да. Ну, понятно, сметану, да. Это для супчика. Мюсли, это уже я вам показывала не один раз. Ну и вот сосиски, да, сосиски. Что-то захотелось нам сосисик. Вот любили мы эти сосиски. Да, вот эти вот, люкс куриные. Прям они классные дети, тоже любят их. Ну, в общем, они не такие гадостные, да. Тут все натуральное, все хорошее. Значит, так, что ты тут еще купил? Буженину запеченную, да? Что-то понесло. Ну что, вкусненько сейчас съедим. Значит, дальше. Тимошке купил папа какого-то бычка. Бычка тебе купил папа. Сосалочку, слышишь, малыш? Да, да, да. Хорошо. Значит, вкус вилл карамель с клубникой и черной смородиной. Какая-то вот такая тоже. Ой, что-то тут грязная. Вот такая вот штучка. Ну, тут все натуральное, да. Тут даже чупа-чупсы Тимошки там покупаем во вкус вилле. Там без всяких гадостных добавок, без ерунды. Так, шпек. Сыровяленый выдержанный. Интересненько, интересненько. Так, значит, печенье овсяное у нас классическое. Вафельные трубочки. Свареный сгущенок. Так, это без меня. Так, что еще? Значит, фрикадельки, да? Фрикадельки. Ну, фрикадельки мы любим. Вот эти из телятины охлажденные. Уже показывала. Они замечательные, очень хорошие. Так, дальше. Ну, кстати, фрикадельки можно не обязательно суп из фрикаделек сварить. Можно же их просто потушить на сковородочке там, да? Или в кастрюльке там чем-то потушить. Вот как их обычно там делают. Ну, кто-то обжаривает. Нет, я не люблю обжаривать все. Люблю все такое вот. Ну. Ну, тушененькое или варененькое. Так. Или запечененькое. Значит, сыр полутвердый фасованный голландский вот кусок, да? И сыр российский сливочный купили. Ну, и сушки. Сушки. Мальчишки иногда перекусывают сушками. Марата уже любит. Марата вообще жить не может вот без всяких таких вот. Без вафелек, без печенек, без сушек. Он, кстати, не поправляется от этого. Я так не могу. Ну, все. Я поставила воду сейчас. Сейчас вот тут он овощи немножечко купил. Овощей. Помидоры. Сейчас я вам покажу. Я уже выложила все в холодильник, как всегда, да? Леди вместе с вами уже, значит, овощи. Значит, укроп купил. Редиску, помидоры. Вот такие помидоры. Короче, у нас рядом в соседнем магазине нету завоза. Сказали приходить завтра, да? То есть сегодня суббота. Ну, в общем, удивительное дело. Да? Виноград у нас лежит уже давно. Что-то мы никак его не съедим. Но он, видите, в хорошем состоянии. Значит, голубику. Вот такую достаточно крупную, да, он купил. Прямо она очень-очень крупная. Прямо большая. Смотрите, какая. Просто такая крупная голубика. Ну, и яблоки, да? Тимофей любит яблоки. Все. Из этого все. Можешь успокоиться? Можешь успокоиться? Нет, мармелад я тоже буду пробовать с чаем. Иди сюда, верни. А почему босиком опять? Босиком почему? Слушайте, у нас мусора столько скопилось. Смотрите, да? Надо выкинуть пойти. Ну, это просто кошмар. Все время мусор. Мусор, мусор, мусор. Я не успеваю на помойку ходить. Мне кажется, у нас кто только на помойку не ходит. Все ходят на помойку. Так, не надо открывать. Я сама открою. Дай сюда, пожалуйста. Давай. Тебе дашь? Да. Купила хрен сливочный. Значит, в прошлый раз Колян делал шаурму дома, да? И добавлял туда, как, ну, она была не аджига, она называлась вообще-то хреновуха, что ли. Вот. Ну, в общем, короче, я купила. Я думаю, что если чуть-чуть сливочного хрена вот этого добавить. Вообще так хочется хрену. Тебе хочется хрену, Тимофей? Нет? Дай, пожалуйста, вот это мне. Мама, что там, почему ты маму так ругаешь? Хрен. Хрен? Хрен сливочный. Хрена? Хрен сливочный. А, так называется хрен сливочный? Ребенок мне не верит, смотрите. Не, я не верю. Вот, Саш, придумали слово какое, да? Хрен. Хрен. Ну, что ж поделать, хрен, он и в Африке хрен. Так, вот, Мармелайф купили какие-то мармеладки, да? Нева кондитерская фабрика. Сейчас откроем, попробуем, да? Да. Только сначала пообедать надо. Нет. Сначала надо супчик съесть, супчик съесть. Ой, сопливка моя. Так, не шармель, мармеладки классические. А, сейчас попробуем все. Хороший такой набор, да? У нас хрен, мармелад, зефир. Так, ну, спокойнее. Ну, что, Тимофей, иди пробуем мармелайф. Значит, что тут у нас написано. Ага, с ароматом ананаса, с ароматом апельсина, с ароматом клубники. Поехали. 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 Ой, а неизвестно, какой тут, какой аромат был. А это, видимо, клубничный. В общем, как всегда. Одно гаврин. Ой, извините, пожалуйста. Ну, как-то, я думаю, можно было прожить без этого мармелада вполне. Шоколад, кстати, ненастоящий. Так что, не ва это, не ва. Фу. Какой-то послевкусие остается. В общем, это ненастоящий шоколад, какая-то фигня. Шоколад сверху ненастоящий, это ненастоящий, в общем, чёрт, что ли сбоку бантика. Так что, это как с теми пирожными Павлова. Не покупайте. Ируня. Значит, Тимофею прописали дышать с антибиотиком. Фу, ему целый ты. Отстранись. Он горький, противный. Да? Да. Вот такой вот у нас амроновский приборчик для ингалякции. Небулайзер называется, да, Тимошка? Давно мы не дышали уже. Ну, полгода точно. Да, Тим? Да. Дракончика пускает. Посмотри на нас. Я, моя? Да. Я тебя снимаешь. Чего ты-то полез туда? Ага. Ага. Да, вот смотрите, у нас в холодильнике. У нас в холодильнике есть суп, да? У нас есть второе. Но после мукбангов, да, Тимофей думает, чего бы ему еще из остатков мукбанга съесть. Значит, я запекла мясо. Смотрите, да? У меня, кстати, получилось разных два куска. Вот этот кусок более такой, почему-то, вот фольги я положила одинаковое количество. Вот этот немножечко такой прям хорошо-хорошо так пропекся, а вот эта вот вырезка была, да? Ну, она прям вообще такая прям классная. Смотрите, прям порог идет, да? Вот там прям... А, не знаю, вот с этой стороны видно. Видно? Сейчас покажу. Вот там прям... Ну же. Ну же, покажись. Значит, вот там чесночок остался, да? Ну, там еще есть чесночок в разных просто местах. Вот, так что всем приятного аппетита. Да? Я все это посолила, поперчила, поэтому вот такой вот вид. Вот это говядина, вырезка. В общем, всем приятного аппетита. Сейчас буду кормить всех мужчин. Мужчин. Мужчины без мяса, это что? Это нереально. Без мяса они жить не могут. Я, между прочим, тоже без мяса жить не могу. Я мясоед. Вот. Ну что же, мы садимся обедать. У нас вот так вот, ну, в общем-то, более-менее так достаточно скромненько все. Да? То есть, ну, я салат порезала. Тимошка захотела вот так, вот такими штучками, чтобы я порезала. В общем, эти несчастные огурцы. Укроп я положила отдельно, потому что Коля не любит укроп салатом. В общем, так. Все, мясо я порезала. Ну, в общем, вот и все. А на третье у нас фрукты и ягоды. В общем, как-то вот так. Все. Всем приятного аппетита. Я пришла к Калюне в комнату и залипла тут на его компьютере. Классно, да? С музыкой, со всеми делами. А у тебя до этого какая-то другая тема стояла. Ну, да. И полетели мы. Куда мы летим, как ты думаешь? Без понятия. Без понятия. Мы летим без понятия куда-то. Кушай. Что? Ну, классно. Смотрите. Прихожу я. А Тимошка мне, смотрите, сюрприз какой сделал. Классный же, правда? Из пластилина мне слепил, написал Зойка. Тимош, спасибо тебе. Пожалуйста. Вот такая вот. Маленький сюрпризик от маленького Тимошки. Да? Да, Тимош? Да. Ну, прелесть. Я очень рада, что вы все посмотрели. Надеюсь, что так будет и дальше. Я вас всех целую и обнимаю. До новых встреч. Пока-пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Ну, я же знаю, что ты мой. Не прячь улыбку в телефоне. Не убегая встречу вновь. Пойми, что я твоя.